С миром! С миром! Что-то плохо видно-то, подождите-ка. То ли добавить свету надо. Вам меня видно, нет? Да, я вас хорошо вижу. Ну и ладно. Слушаю, добрый день. Христос воскрес. Да, воистину воскрес. Я хотела поделиться, ну, по поводу событий там в своей жизни. Ну, вы, если что, меня останавливаете, там, когда надо что-то будет сказать, или чтобы я продолжала говорить. Хорошо. Я так все расскажу. Давайте. Ну, первое, что меня впечатлило, я вообще, когда вот только... Как я вообще в Бога поверила? У меня уже все так в жизни накопилось, и мне было очень тяжело. И я шла по городу, плакала, не могла дома сидеть. Единственную молитву, которую я знала, это «Отче наш». Читала «Отче наш» и просила, «Господи, ну дай мне хоть одного человека, с которым я могу поговорить о своих переживаниях, о том, что я хочу спастись, а то мне так тяжело, боже, ну, пожалуйста, не дай мне одной быть». И как-то так я дошла до женского монастыря, и в женском монастыре стояла монашка какая-то, монахиня, на улице. И она меня отправила к священнику. Говорит, там-то, там-то, в том-то храме есть такой-то священник, иди бегом к нему. Говорит, сейчас вот служба заканчивается, иди бегом, он должен быть. Я же бегом побежала, все, встретила этого священника, ну, пока я меня, наверное, не буду называть, но Черниговый город маленький. И, ну, все, с тех пор я поняла, что это тот священник, с которым я могу разговаривать, потому что это не я его выбирала среди всех священников города. Я поняла, что это, наверное, один, который вот именно мне Господь послал. И как-то, ну, я иногда редко к нему, ну, приходила, приходила в храм, к нему приходила. Ну, все равно какие-то сомнения были. Тот священник, не тот. Тем более, вот, когда с вами вас начало слушать ролики, смотреть, то поняла, что есть смысл сомневаться в правильности работы некоторых священников. И, ну, вот так вот рискнула, я в этом, ну, отослала видео, которое мы с вами разговаривали, вот это вот самое первое, как только я с вами познакомилась. Я у него спрашивала, знает ли он вас? Он сказал, что нет, не знает. И я тогда отослала видео нашего с вами разговора. Ну, и мне очень важно было, как он отреагирует. Думаю, будет против этого общения или будет за? И когда он сказал, что он, единственное, написал мне, я в восторге. А потом перезвонила, сказала, это тот человек, с которым, вот, это хороший очень человек, тебе с ним надо общаться. И я была так рада, я думаю, боже, как хорошо, что, вот, я даже с сестре своей говорила, говорю, вот в Боге нет противоречий. Вот если ты понимаешь, что идешь с Богом, то как-то, ну, вот, все складывается так, как надо. И везде все одни подтверждения. Ну, нету никаких противоречий, нету никаких сомнений. Вот все четко и ясно, все понятно, все, ну, вот, все просто понятно. И я понимаю, что все-таки, наверное, правильной дорогой иду. Потом хотела, ну, не знаю, как там, ну, в общем, это ладно, пока так. Хотела поделиться по поводу, вот это мы с вами разговаривали, по поводу алиментов, да. Я вам рассказывала, что муж хочет уехать в Польшу, и чтобы я отказалась от алиментов, потому что его не выпускают. Как я поняла, он не сильно хочет ехать, его заставляют его родственники, чтобы он там хоть что-то, хоть какие-то деньги зарабатывал. И как они мне говорят, да мы же тебе, мы же тебе будем давать, тут-то он ничего не зарабатывает, а там начнет зарабатывать, и мы тебе будем отчислять, но только надо, чтобы он поехал. Я говорю, ну, подождите, он тут под боком жил, не помогал. А он едет туда, вы его там достанете. Ну, я говорю, да я вам верю, вы мне ничего не должны. Я говорю, этому человеку, ну, я не верю, ну, как? Ну, он ребенку ничего, ни прописки никакой, ни ребенку, ни каких-то, ну, вообще ничего. Я говорю, вы еще хотите элементарного от алиментов его освободить, ну, это даже, ну, должна быть какая-то ответственность, ну, вот хоть что-то. Ну, в общем, меня не слышат, не понимают. Ну, я еще с вами пообщалась тоже со священником, у этого священника тоже потом, после разговора с вами, я у него спросила, как он об этом думает. Он тоже говорит, ни в коем случае. Я опять же, боже, как хорошо, что в тебе нет противоречий. Ну, мне это вообще очень так, я чувствую, что я не одна. И, а, и, как бы, отношение вот Полины, ну, дочки моей, ну, родня, все равно родственники, получается, я всегда считала так, что ребенок сам подрастет, и она должна делать свои выводы, ни в коем случае, чтобы не я говорила, там, папа плохой или бабушка плохая, ни в коем случае. Я, наоборот, считаю, что только надо хорошее говорить, потому что, ну, ребенок будет обделен, вот у меня нету отца, ну, как, это он же есть. То есть, свои выводы ребенок должен делать сам. Я никогда ничего плохого не говорила, и, ну, я противник этого. И тут такая ситуация получилась, ну, вот за эти элементы я поняла, что если уже идут там какие-то разговоры, тем более на меня там и тон повышается, и так громко со мной разговаривается, что мне даже пришлось трубку положить, потому что меня не слышат. Я, на всякий случай, ее предупредила, что есть такая ситуация, ну, все хорошо, все, ну, бабушке, она вот в село должна, на каникулах ездила в село. Я говорю, бабушке, помогай, бабушка хорошая, все, я прям так и сказала, я говорю, что, а если какие-то будут разговоры, ты, Поленька, ты, я говорю, вообще, даже не обращай внимания, не слушай ничего, ну, это не те вещи, куда тебе надо лезть. Я говорю, если кто-то тебя будет что-то спрашивать, что у меня происходит в моей жизни, я говорю, ты ничего не отвечаешь, все вопросы к маме, все, договорились, договорились. Ну, вот она приезжает села, рассказала события, там были там, не то что разговоры, а прям ей говорилось, что я, ну, дословно это так было, что, ну, это опять же, с того, как она передала мне разговор, я дословно же не слышала, что, Полина говорит, ой, я бы хотела велосипед, там папа мне обещал велосипед на лето, а бабушка говорит, что, ну, вот если бы мама твоя, мама же его не пускает в Польшу, поэтому у него нет денег и не будет тебе велосипеда. Полина говорит, а что ты ответила? Ну, я поняла, что это то, о чем ты меня предупреждала, я сказала, а, ну, хорошо, и все, правильно, и нигде туда не лез, ни в какие дискуссии, не надо ничего не спорить, не доказывать, ничего, главное, чтобы ты это, да. Вот, ну, у меня стоит вопрос вообще, можно ли разрешать им общение, потому что, ну, у меня в правилах было, я по выходным отдавала ее, чтобы общались обязательно родственники, в село вот тоже она же постоянно ездила, то есть у меня всегда хорошие очень отношения были. А сейчас у меня стоит вопрос, можно ли мне это делать, потому что я со своей мамой делилась, что у меня вот, она как побудет там два дня на выходных, она приходит, но другой, это не мой ребенок приходит. Ну, может быть, это какое-то мое предятое мнение, ну, вот я оно это чувствую, ну, вранье, это то, с чем я борюсь всегда, ненавижу вранья, я много говорила. Кстати, показала ей, сценка была у вас по поводу вранья, ну, по поводу, когда только к врачу приходят грехи, помните вас на концерте? И я говорю, вот, Полина, вот посмотри вот эту сценку, и по поводу лжи, и как доктор говорит, подождите, вы хотите быть, как это, вы хотите дружить с сатаной? Нет, почему это? Я говорю, ну, да как же, сатана это отец лжи. И она все, смотри, глаза открыла, говорю, страшно, говорю, так так и есть, говорю, сатана, отец лжи, поэтому вот это вранье, говорю, даже в самом маленьком, в малюсеньком, говорю, нельзя. И вот это, мне, конечно, вот это трудно, в том, что я сама понимаю, я не умею правильно объяснять, не знаю, как это надо. Мне очень бы хотелось, чтобы она, поэтому и в Потеряевку поехала, чтобы она, и, во-первых, я научилась, как с ней правильно общаться, чтобы я тоже своими какими-то поступками, разоворами не согрешала, потому что я что же, я от себя тяну, говорю, мало ли, что мне в голову там сбредет. Это мне кажется правильно, может, я и неправильно что-то говорю. И поэтому очень бы хотелось из-за этого в Потеряевку поехать. Как вы говорили, что надо сделать так, чтобы она жаждала туда поехать. Так вот я смотрю, что я жажду, я чем больше это пытаюсь, тем больше я жажду, я уже просто не понимаю, если я туда не попаду, что я буду вообще делать для меня, не знаю сейчас, смысл жизни в том, что мне сейчас делать, чтобы туда к вам попасть вместе с ней. И я уже сама жажду, а она что-то не очень. Какие-то вот разоворы по поводу, ой, да там маленькие девочки, я посмотрела на видео. Я говорю, ну как же, я говорю, потом показала видео там, где есть взрослые девчонки, которые живут там прям, ну вот это вчера вроде увидела. Потом у меня какой-то другой аргумент появляется, почему она не очень хотелось бы. И я вижу это какое-то притворство, что она мне говорит, ну да, конечно, да, поехать, хорошо. Я вижу, она говорит то, что я хочу слышать, а внутри там у нее совсем не то. Ей бы погулять, ей бы в село, ей бы интернет, ей бы... И я вот это так переживаю из-за этого, и нервничаю, и... Ну, я надеюсь, что все будет так, как надо. Не так, как мы хотим, а так, как Бог управит. Потом ситуация с платком с моим. У меня как бы, понимаете, у меня вот это... Такое ощущение, как будто это как проверка моя. Вот отрекусь от себя, если я все-таки смогу забыть про себя, про то, какая я была, и выйду, пойду в город, в платке, кто что ни говорил. Вот это у меня как первый такой мой... Как бы вот в этом даже победить себя, сломать. И я... Ну, тоже же там начала как-то красиво завязывать, какие-то там закручивать. Какой-то тут красивый платок, тут некрасивый. И вот это в город... Ну, как обезьяна, честное слово. Где-то что-то себе там придумываю. И смотрю на реакцию людей. Кто на меня смотрит, кто на меня не смотрит. Вот это такое... Ну, я понимаю, что это лицемерие. Ну, самое настоящее. Либо да, либо нет. И опять же, вот вчера уже шли, тоже же начался себе закручивать что-то. И думаю, ну как это такое явное? Вот для кого я стараюсь? Какая у меня разница, что бы мне будут думать люди, если со мной Бог? И перестала, завязала, как попала, лишь бы в платке. Пошла, и я смотрю на меня, никто не смотрит, никто не обсуждает. Ну, мне проще как-то вот с этим. Единственное только, когда вопрос задает мама, например, «Ты что, совсем? Ты что, так будешь в платке теперь всегда ходить? А как летом?» А вот такие вот вопросы. И не в том дело, что я там могу переломиться и перестать это делать, а в том, как мне правильно вести себя. Что-то пытаться ответить? Или лучше молчать, оно само все как нет. Я тоже и за маму переживаю, чтобы она, не дай Бог, не согрешала в каких-то своих высказываниях на эту тему. Ну, за внешний вид же. Сестра уже все хорошо. Сестра уже просто молчит. Видно по лицу, что ей это не очень нравится, но она хотя бы молчит. Поэтому тут проще. Я понимаю, что мне ничего не надо придумывать и отвечать. Маме надо все-таки что-то отвечать. Она же переживает. Люди какие-то, которые меня когда знали, тоже встречают, тоже видно, что они переживают. Они за спиной задают друг другу вопросы. Что там происходит, как. Я понимаю, надо отвечать или не надо отвечать. Ну, вот это. Мне это... Ну, в общем, ладно. Это второй. Потом по поводу мамы тоже, что она начала задаваться вопросами о том, что... Она вот мне начала говорить, что ей... Ой, как хорошо. Вот я вот разговаривала там с женщиной с одной. И эта женщина сказала, это наоборот хорошо, что твоя дочка ходит в церковь. Мама говорит, и внучка. То есть я уже мама, то есть этим, как, неправильное слово хвастается, ну, хотя бы, ну, может, и хвастается, но говорит то, что ей нравится то, что я еще и внучка, что мы ходим в храм. И то, что люди встречаются на ее дороге, те, которые говорят, что это хорошо, а не те, которые говорят, что это плохо. Вот, потом мама мне сказала, у нее... То есть по маминой линии бабушка и дедушка моя, в квартирах, в которой сейчас я живу, они были некрещеные. Ну, они и умерли так, некрещеные. И мама была некрещеная. А папа уже, когда они уже поженились, когда он крестил там деток с другой семьи, то он заодно, как говорится, покрестил и маму. То есть мой папа еще является маминым крестным. Ну, и мама сказала мне, что, ой, ну, это такое крещение. Вот это она мне буквально, вот на этой неделе она мне сказала. Позавчера даже, если я не ошибаюсь. Ой, ну, это ж такое крещение, было непонятно, крещеная я или не крещеная. И я вот в храм, когда захожу, мне плохо, у меня дыхание подпирает, я не могу. Я вроде бы и хотела, но я даже задыхаюсь в храме, что она задыхается. Я промолчала, но я не знаю, мне, наверное, же надо что-то говорить, а может и не надо. То, что она вопросами эти не задается, это уже хорошо. Но какие мои действия, как мне вести себя в таких ситуациях. Ну, вот. Что еще хотела сказать? Ну, ладно, тогда я пока буду вам отвечать. Давай. Так вам лучше, может быть, ручкой немножко записывать, что успеете. Все есть. А этот видеоролик, вот сегодня, вы никогда не против, что мы записываем, выставляем? Не против. Не против. Я один раз просил, это чтобы навсегда было. Хорошо. Да. И вы прослушайте, я постараюсь за ночь закачать его. У меня медленно работает, но все равно работает. Вот по порядку. Вы наткнулись на священника, который одобрил вас. А могло быть и наоборот. Вот. Вы бы натолкнулись сами. Зашли, а там секта псевдоправославная. На меня столько. Сатана гонит волну такую. Почему? Потому что многие люди приходят и приходят через наши ресурсы и делаются верующими. Там абаптистов, от адвентистов приходят. От еретиков праздновать делаются православными. От открытой церкви патриарши. Вот. Поэтому здесь у вас должна быть мерка другая. Вот пошла к священнику. А как он скажет? Нет. А он что, скажет? Теперь ты проверь по Слову Божию. И тогда скажешь. Вот он сказал так. Теперь можешь мне задать. А что об этом говорит Святая Библия? Евангелие Святое? Вот. Первый вопрос поставь так. Всегда все сверять с Библией. Это первый шаг ваш был. Это Господь так сделал. А мы могли больше не встретиться. Священник. Я знаю, священников много, которые против. Намного больше, которые за. Но вы могли натолкнуться на врага. Он враг просто. Он сам ничего не делает. Этому надо заглушить. Ему только деньги, деньги, свечи, деньги. Но это весь эфир наполнен этим. Значит, все сравнивать во свете Библии. Во свете Библии, как наши ресурсы называются. А для этого что нужно? Чтобы вы знали Писание. Поэтому читать нужно постоянно. Вот что там сказать, не сказать. Все вопросы, какие вы сказали, они отвечены. Отвечены в Библии, отвечены у святых отцов, в канонах, в житиях святых. И я это повторяю. Я сам ничего не выдумываю. И они злобятся. Почему? Потому что ничего не знают. Раньше времени, до 30 лет его нельзя рукополагать. Священник, он недействительный будет. Это каноны, правила. Ну, на красный свет едешь, еще с тобой будет. Стена, ну, в стену. Ударься машиной на полном ходу. Каноны. Слово Божье, это стена, за которую нельзя перебираться. Никак. Она ограждает нас от внешнего мира. И девочке, вот, допустим, Полине сказать. Ты напоминай только об одном ей. Скажи, мы все смертные. У бабы была своя баба, никого нету. Они все в земле. Видимая, временная, невидимая, вечно. Вот эту фразу в Священном Писании у вас, если нет, там, как поисковик-то, я вам потом скажу. Все пройдет. И все минется. А одна правда останется. Пускать или не пускать девочку? Не пускать категорически. Вы ее потеряете. Вот у нас сколько есть такие, которые разведенные там где-то или муж в другой секте, где-то баптист или кто-то. Все до одного ребенка погибли. Все. Он натравлюет. А ребенок еще знает. Он натравлюет. Лжет ей. Говорит неправду. Про себя он ничего не говорит. А сам изменник по чужим женам уже знаю. У нас он потеряевки был. То есть мерзавец. По законам мусульманов и евреев он должен умереть сразу. Убить его надо. А он хорохорится, ходит, выступает. Гнусная тварь, так сказать. Ничего не сделал. Только молись за него. У нас нет никаких рычагов. У мусульман есть. Он голову ему отрезал, на шахет повешал и рукомойник. И все. Я могу только молиться. У нас нет никакого оружия, кроме любви. Оказать любовь. Я могу назвать его волк. Что Библия говорит? Это лютые волки на священников. Я беру Деяние апостолов, 20 глава, 29 стих двоеточие. Открываю. Это не я говорю. Это Писание. Вот, допустим, человек уверовал во Христа, а потом стал тянуться в мир. Вот родственники выпить там надо. Нам кажется, а что там особенного? Библия говорит так, священное Писание. Я тебе дал звание. Ты лежала вся в кровях. Это о церкви говорят. Целой церкви, не об одном человеке. Ты не обрезанный пупой у тебя, не присоленный солью. Ты выброшена была, но вот я тебе подарки обмыл тебя, то есть крещением святым Бога. Это все надо образно понимать-то. У тебя выросли груди, как башни. Это, ну, считается, то есть она плодоносная-то. И теперь ты вступила в блудодеяние с разными халдеями, с арабами. Под каждым ветвистым деревом широко раскидываешь ноги. Слова такие, только что матерков нету. Это в Библии написано так. Эта измена называется прелюбодеянием, то есть проституцией, дружба с миром. И вот то, что вы там, кто скажет, что какой локон у тебя, какого цвета. Златоуст говорит так. Это мнение мира. Оно равняется писку комара, жужжанию жука и карканью ворона. Не больше. И поэтому эти люди находятся далеко от света Божия. И мнение их никакое. Они ничего не видят, не знают, чем это закончится. Революция. Старя расстреляли. А теперь почти 100 миллионов в репрессиях, в раскулачивании, в войне погибло. Слепой народ. Были, кому открыто было. И здесь вот вопрос первый решен. Что ты должна искать не мнение человека. А если он не так сказал? Ты конкретно сказал, батюшка, а что не так? Допустим, ты Писание знаешь. Вот он увидел, что не так. Ну, это сказал бы сектант или или идика. Как, батюшка? А у них митрополит служит. Сколько людей? Говорит, тысячи людей через меня, Бог сделал, пришли в православие. Православие, там, где патриарх Кирилл. В этом, в московской патриархии. Батюшка, это все в интернете, все это в роликах показано. Там, доктор богословия обо мне говорит, знатные люди, там, как Андрей Кураев. Если он что-то скажет, скажет, ну, не так, да ну, мало ли, что те люди говорят-то. Тут сразу тебя должно насторожить. Как так? Ты никогда не видел, а эти люди живут рядом. Приезжали, пили и ели, которые знают, которые трудились вместе. У которых книги мои все, а ты в глаза не видел и говоришь против. У тебя уже доверия к нему не может быть. Потому что он гнет тебя там под свечник свой, там, к этим свечам, которые не восковые. Их такие покупать нельзя. Это обман. У них выгода до 2000% с этих свечей. Когда Карл Маск говорит, при 400% выгоды, нет того преступления, на которое капитал не пойдет. А здесь пять висели свешать надо. Пять и четыре. Вот как. И мы должны смириться перед волей Божией. Девочка определена ни разу и почему-то не полезна. Если ты доверяешь мне, скажи, дружба с миром есть вражда против Бога. Иакова 4.4. Запиши. Иаков. Послание Иакова после деяния. 4.4 в Новом Завете. Дружба с миром есть вражда против Бога. Кто дружит с миром, тот становится врагом Божьим. Ты хотела бы против Бога? Он дал жизнь тебе. Скажи, свет, землю, воздух. Но ты дружишь с миром. И Бог тебя рассматривает как врага. Нам не надо своей меркой говорить. Это Писание говорит об этом. Кто любит мир, в том нет любви очи. А я Бога люблю. Нет, не обманешь. Если любите меня, Господь говорит, соблюдите мои заповеди. Ну, Бога-то рядом нет. Мы только воображаем. Но Господь слышит. И вам Он ответил. Почему? Мы за вас уже молимся. Чтобы ваш ум не помутился от этих переживаний. А переживаний-то никаких и нет. Это, ну, какие там, платок надело. Сережки снять. Снять. Навсегда убрать. Куда-нибудь никому не передавай их. И просто, кажется, если можно как-то выгоднее, никак, значит, разобрать и убрать. Они осуждаются. Не надо. У вас все при вас. Все. И нос, и рот, и глаза, и все. Вам это не надо. Как говорит Иоанн Златовый, если Бог не дал красоты, на полтинник ее не купишь. А зачем краситься женщины? Ефрем Сирин. Четвертый век. Четвертый век. Шестнадцать столетий назад. Он говорит, для того, чтобы привлечь чужого самса. Кобеля чужого привлечь. Так тебе надо это? Да что я? Ну, и всего другого ответа нету. Нету. И вот третья глава пророка Исаии. Запишите. Исаия, третья глава. Там женщины как украшают себя. Цепочки разные навешивают. Вот тут афентифлюшки. И об этом это тогда было. За семьсот лет до Рождества Христова. Представь себе. Это двадцать семь столетий назад все это было. И женщина, она всегда была такой. Платок никогда не снимать. Почему? Потому что молящаяся с непокрытой головой постыжает свою голову. Постыжает. То есть плюнет тебе кто-то в лицо. А то приравнивается к этому. Ты хотела бы? Нет. А ты идешь дорогой. Опасность или задумалась? И сразу мысленно. Губами можешь не шевелить. Господи, помоги. Прости меня. То есть ты, чтобы... Это тебе открывает вход. Это для ангелов. Ангелы зря. Ты можешь противной быть ангелом. А против ангелов. Вот город оккупировали Иерусалим. Войстка. Тогда стены были. Но народ молился. Молился. И ночью вышел ангел. Махнул. И 175 тысяч сразу умерло. 175 воинов. Сильных, смелых, вооружений. Утром встали, все поле, одни мертвецы лежат. Это ни при одной дизентерии, ни при одной чуме, тифу, так не бывает. Это Бог сделал. Вот. У меня жизненный путь большой. Я в трудных обстоятельствах был. И скажу, неотвеченных молитв практически нет. И притом так Бог делает. Как-то свернется незнакомый человек. И к тебе на помощь подойдет. Или эти самые преступники вдруг расположились. Я им свидетельствовал когда-то. А потом меня захватили там они. Ну, преступники. Один увидел. Да это тот самый, о ком я вам рассказывал. А то он нас тогда спас. Все, они меня там, как доктора Гааза, по подрухе готовы до дома на руках нести. Много слышали. Это Бог делает. Мое там ничего нет. Это только Бог. И вот, допустим, баба там где-то говорит. А на каком основании? Баба не знает. Ты ей скажи, баба, Евангелие надо читать. Давай достанем. И если ты сомневаешься, крещеная или нет, ты должна принять крещение. Запишите. Шестой Вселенский Собор. Шестой Вселенский Собор. Восемьдесят четвертое правило. То есть, если есть сомнения, крещеная ты или не крещена, немало не сомневаясь, прими крещение. То есть, подготовься, уверуй. Ты должна знать. У тебя должны поручители. А то, что отец был крестным у матери, это запрещается. Это недействительно. Правила запрещают это. Ну, как жениться. Он для тебя отец. Ну, отец на своей дочери может жениться. Ну, даже по мирским меркам и то это кровосмешение называется. А в духовном плане ценится дороже. Никогда не поставит, чтобы крестный муж был. Нет. Никак. Вот когда Ольга, княгиня, поехала креститься, она избрала там, который царь был. Он полюбил ее. Она такая обвидная была из себя. Она говорит, я принял крещение. Ну, как ты на меня будешь креститься, я не крещеный. Она говорит, ну, хорошо. Я у тебя крестным буду. А она умная-умная была. Княгиня Ольга-то. Ну, и когда он покрестил все, говорит, ну, что, можно готовиться к свадьбе. Она говорит, ты же христианин, а я только встала. А я слышу, у вас правило есть, что если крестный, то жениться нельзя. Вот ты, говорит, перехитрила меня. Ну, и все, он сразу отступил. Никак нельзя. Она его сделала сначала крестным, и он законный крестный. А раз крестный, значит, жениться нельзя. Это исторические данные. Так вот, вас что там смущало где? Только доверьтесь Богу. Вот у меня столько недругов. Некоторые заходят там, его свад, фамилии и прочее. Он сейчас узнал, кто около меня. Они такой мерзостью людей заливают, чтобы от меня отворотить. Так что вы приготовьтесь. На вас будут забрасывать тонны блевотины всякой. Они никакие не церковные, еретики, безбожники. И он сам по себе полтора центра ногами не ходит, столько злодейства делает. Ну, а что ты сделаешь? Ну, ты никак. Нашим, которые знают уже, они сразу там в черный список, он больше никогда не зайдет. Или ответила ему так. Замри, зверь. Вепрь я называю, дикий кабан. Ну, и все на этом. Так что я вас предупредил. Дверь ему не открывай. Иначе просто откроешь своей смерти. У меня близкий знакомый был. Ну, раньше был главный идеолог Советского Союза Суслов Михаил Андреевич. Это главный в Кремле. Там, по коммунистической партии. Его двоюродный племянник в комсомольской работе, республиканского масштаба на Украине он был. И он уверовал. Яковлев Геннадий Михайлович. И уверовал он. Православие принял в моем доме. И я ему всегда говорил. Ты никогда дверь не открывай. Ну, что бояться? Ты боишься? Гена, мой путь не твой путь. Я прошел среди таких врагов. И он где стал там? Тура. Там Енисейская область. Турханский край. Или как там теперь. Ну, а приехал туда у них Кришнаид. Там Руслан звать его. И он ему ответил. Ты зря это все. Живешь-то этому Кришнаиду-то. А ему Кришна сказал. Убей его. Он заточил электрод. И среди ночи, в три часа ночи, стучит дверь. И Геннадий, он теперь уже был эромонах Григорий. Ему открыл дверь. Он сразу ударил в горло его. И ножиком отрезал ему голову. Зашел в алтарь на престол. Обошел вокруг и бросил. А меня бы, если он слушал, у него был. Нормально, очень талантливый, умный человек такой был. Он в Одесске университет кончил. Открыл. Я не боюсь. У меня иногда бывает такое. Звонят. Я на другой квартире тут был. Я в частных, в государственных квартирах я никогда не жил-то. А жена одно время приторговывала пирожки пекла для базарных там торгашей. Хоть маленько что-то было бы. И они звонят уже 12 дня. Ну что вы боитесь, откройте. Я говорю, конечно, боюсь. Я вас не знаю. Но я одна. А я залез тогда кверху-то. Сверху гляжу в окошечко. А там три мужика стоят рядом. Ну, я дальше еще говорить-то. Зачем я обманывать? Зачем я влезти? Ни разу она в нашем доме не была. Под именем жены? Ну, жене выговорил. И все. Нет ничего. Береженого Бог бережет. Это пословица не случайная. Поэтому никогда, нигде ничего не делай вопреки Божьему Слову. Написано 10.17. Матфея, кажется, написано. И остерегайтесь людей. Ибо они будут предавать вас. Матфея 10.17. Остерегайтесь людей. Зачем бы Господь сказал? Это слова Христа. Поэтому будьте очень осторожны. Тем более, оставить где-то девочку. Сохрани Бог. Она тебе вподоле может принести потом. Где-то подсыпали. Что-то у меня такая была знакомая, близкая. Там где-то были. А ей там подсыпали. Она дальше ничего не помнит. А дальше только один грех идет. Все. Никак. На шаг от себя не отпускай. Это самое сокровище твое. Молись. Мы будем молиться, произносить ее имя перед Богом. Чтобы Господь расположил ее сердце. То, что она здесь увидит, она никогда нигде не увидит. Скажи, Полюшка, ты то, что сейчас видишь, это всю жизнь будет. Куда мы едем, ты никогда не увидишь. Это одно место в России такое. Одно. Одна такая деревня. Одна. Где нельзя ни лгать, ни пить, ни курить, ни материться, ни воровать. Понимаешь как? А это ты все успешно, никуда не денется. Она девочка 12 лет, а у нас как раз такие есть. Вот ты скажи, вот эту девочку видела? У нее в очках она надевает иногда. Она учится в музыкальной школе. И она выступает в разных концертах, соревнованиях. И у ней побед одержано более 100. Более 100 грамот. Ну, там, конечно, играют они Вивальди, там разные классики такие. Чайковского. Это не просто там сыграть. Расцветали яблони и груши. Вот какие, скажи, там девочки талантливые. Если больше 100 у ней грамот, что она... Ясно, что она не сидит дома. Она и в другие города приходится ездить, только с матерью. Нигде. Вот в Барнауле тоже конкурс красоты был. А теперь прошло сколько лет, но она уже женщина там вышла. И у нее интервью берут. Она говорит, я узнал эту кухню. Вся эта конкурс красоты идет через постель. Кто назначает это? И поэтому я, говорит, была у дяди. Дядя меня на шаг не отпускал никуда. И она была признана там как мисс красота и где, и сразу домой. Ты за нее отвечаешь. Если она погибнет по твоей небрежности, твое спасение будет шаткое. Ты скажи, скажи, твое спасение от меня зависит, а твое от меня. Мы с тобой недалекие, а близкие. И ты что увидишь, скажи? Что ты желаешь? У нас каждый день купаются несколько раз. Ты хотела бы? Ну, а что она не хотела-то? Каждое воскресенье катание на лодках. Раньше на лошади катались, но сейчас лошади нет. Кроме того, минимум два раза в неделю мы в храме бываем. Субботу и воскресенье. Питание какое-то особое. С собой можно что-то взять. Соседние, знакомые наши пасеки, там можно с собой взять, и здесь взять, там, трехлитровую банку меду за тысячу рублей. За одну тысячу. Три, там сколько, килограмма четыре будет в ней. Вот, и вот, пожалуйста, как сели за стол сами, и утром ты увидишь, как будет. Ходим босиком. Все это оккульпурное лечение. У нас не простуженных никого нет. Организм сам по себе закаляется. Я ничего не обещаю больше. А дальше мы сами себя обеспечиваем, дрова пилим. У ней много будет движения. У нее отличный аппетит. Ну, просто болтаться где-то у бабушки и с кем-то там никак нельзя. У нас такой порядок, что к девочке мальчик пальцем не притронется. Категорически запрещается. Так же и ей. Как в царской России еще было. Воспитывали на целомудрые стыдливости. Это, скажи, самое ценное качество. У мусульман объясни, если она выйдет замуж, она большая, ты ей все объясни. И она окажется не девушка. Ее в этот же день предают смерти. В этот же день. Это сегодня. Это не старые времена. Я напоминаю, в газете прочитал, что-то на нее братишка недовольный был. За столом сидели, все ели. И он говорит там, папа, а вот наша Полина, называют ее как-то по-другому-то. Она с мужчиной целовалась. Отец положил ложку. Дочь, что это такое? Папа, да это у нас там съемки были. Фильм снимали. Я спрашиваю, целовалась или нет. Да, папа, это как игра была. У нас ничего не было. Я никого не люблю. Целовалась или нет? Ну, там по режиссуре-то там это... Да, скажи мне, чтобы я знал. Да, было. Она не ожидала. Он тут же взял пистолет и застрелил ее за столом. Сразу же. Потому что ему был бы позор на все время. Вот советские там были как-то, а там девушки стоят у них. Паранжа, тут хиджаб, платок, одеты как студентки. А он издалека чахнул. От них отделилась одна, подошла и говорит, я очень прошу вас, сотрите снимок. Я вас еще трогал, что ли? Я говорю, сотрите. Сотрите, у вас где-то он проявится. Ну и что? Нас сразу отчислят из университета. Вот как они берегут своих. У них сто процентов сохранность девственности. А у нас в семью классе трудно найти. Она уже... На вторую букву алфавита называется. Поэтому береги, не смыкай глаз. Если дочь родила, говорит, перестань смеяться. Тебе надо день и ночь плакать. Как ее вывести? Это говорит Серахов. Серахов. Это книга в Библии. Так что будь очень и очень внимательна. Ни шагу, никуда. Пошла с собой, взяла. И дальше идешь дорогой, наговаривай. Наговаривай, рассказывай, что видишь. Чтобы ей было с тобой интереснее, чем где бы то ни было. Вот так. Я сказал, чтобы на суде Божьем я не был виновен. Ты меня хорошо слышишь? Да. Смотри. Не прогадай. А вот она там будет узнать. Там ничего нет, похоть животных. Похоть животных. Больше ничего нет. Ты школа еще. Не подружки. У меня одна тоже знакомая была. Мать пришла и говорит, беда-то какая, что? Ну, она была там тоже музыкальная что-то. А парень ей, зайдем, ну, посмотрим. Таня, ну, зайди, да погляди. И сразу изнасиловали ее. Ну, что теперь? А отец милиционер. Он что, сразу расстреляет его? Подумал, ну, еще другие дети и самого посадят. А что уже изменишь? Уже ничего не изменишь. Ну, это где-то в каком-то государстве. Я был где, в Америке, допустим. Я так скажу, где-то. Но это реально, буквально все было. Поэтому береги это сокровище. Если она была где-то и вернулась с одним глазом. Ты заметишь? Да. А ей оба глаза выткнули сразу. Так, это оба глаза. Ей может быть и похвала, что она не уступила. А это хуже. Намного страшнее, срамнее. Два глаза выткнули ей, она мученица. Вот так. Ну, что там еще? Про что у вас? Какие вопросы-то были? Ну, по поводу работы. Я же так и осталась без работы. Ну, вот без работы, работа. У нас тут, я говорил, одна сестра поехала. Ее за платок выгнали с работы. В Казахстане. А дали работу лучше. Такую тихую, спокойную. Она, кажется, с детьми работала. А теперь где-то там в бухгалтерии или что-то. Очень хорошая женщина. Валентина звать. Я говорю, Валя, доверься Богу. Господь, да родственники. Вот бороду, когда человек отпускает. Родственники все против. Против где-то. А проходит время. Ой, да как хорошо выглядит. Да как будет. Я говорю, ну, посмотрите. Вот, Ленин. 30 лет ему. А остальным меньше. Это союз борьбы за освобождение рабочего класса. Все до одного с бородками. Отец у него был там инспектор училищ. Это большое звание. Там оно может приравниваться к генералу даже. Или там полковнику. И его товарищи сидят все до одного с бородами. Бог так дал. И на иконы посмотри. Без бородок ни одного нет. Там есть Иоанн и Пантелеема. Ну, лет там по 15 мальчики. Вот так. Это как будто мне ничего. Главное сердце. А там еретики все. Сердце. Это из сердца исходит. Из сердца ты это накручиваешь в себе глупости. Мнение людей ничего не значит. Мнение только Божие. Думай, как Бог на тебя смотрит. Никак. И ты дочке расскажи. Вот мне одна рассказывает. Я, говорит, шла мимо танцплощадки. Она как бы лесок такой сосновый. А рядом, прям рядом море. Город Венспус, Латвия. Я, говорит, повернула голову. А сама иду, говорит, и молюсь. Там шум, музыка играет. И вижу там одна пара. Их прям сразу заметно. Они прям линут друг к другу. И какой... Я даже затормозил. Вот что такое? Я вижу здоровый там, как дерево. Человек здоровый-то. Он их слепляет, руками сдавливает между собой-то. Я сотворила молитву. Там, может быть, перекрестилась. Захохотал. Говорит, дым черный пошел. И он поднялся в воздух. То есть мы не видим, что вокруг нас на невидимом фронте совершается. Он мешает. Он там тебе будет всячески препятствовать. Но Господь не трожь. Его больше нет. Почему послание к римлянам? 16, голова, 20 стих. Запиши. Римлянам 16, двоеточие 20. И сокрушит сатану вскоре под ноги ваши. Петр говорит, к вам с неба сошел сбитый оттуда дьявол великой ярости. Он день и ночь ищет, как бы проглотить кого. То есть на блуд наставить, на убийство, на аборты, на всякую мерзость. Он день и ночь... Почему? Сам погибший, тем больше людей старается затянуть туда. Такие люди. Я сам погиб. Там один заболел с ПИДом-то. Ну и тогда бросился. Кто есть, он кусит, чтобы и сестрам, и всем. От него они делаются заразные. Раз мне не жить, а вы зачем нужны? Это как у Гитлера. Раз меня не будет, а там наступают и в подземке, в метро. Затопить вместе, которые скрываются. Жены, дети, со всеми все затопили. Ну, злодейству-то нет причины конец ставить-то. Христос-то не пришел. На остальное молиться будем, Бог что-то усмотрит. А это, ну, простые какие-то такие есть специальности. Может, придется где-то даже пойти на курсы. Где-то что-то шьют. Может быть, где-то стряпают там в столовых. Это... Я не знаю, но это вот так. Дело в том, что если я летом поеду в Потеряевку, так мне на один месяц искать работу... Не искать, сейчас не надо. Где-нибудь так, где можно, на потыкушках, как говорим, где-то что-то сделать. Может, в огороде посадить, матери там помогать, чтобы дочка была с вами, к матери поехала, сама там же и будет. Хорошо потрудись. Вот, а мы приезжаем туда 10 июня. Это день моего рождения. Вот к этому хотя бы за день раньше вы должны приехать там, чтобы мы приедем, суеты не было. А то нас много, это распределение будет, в каком доме. Я сейчас ищу помощников, потому что мы приобрели еще два домика там. Ну, там надо сверху обшить. Ну, раз не закончена была стройка. В прошлом году Бог дал хорошего человека, Михаила. И вы тоже помолитесь, чтобы Бог положил ему на сердце еще приехать. Люди просятся. Просятся. Ну, незнакомые, мы опасаемся. Курят. Ну, я не буду курить. Ну, раз куришь, то уже не будет. Будешь ты курить. Что не куришь, это три года в рот не брал, тогда маленько, можно сказать, засыпился. Это зараза. Она у тебя будет, ты где-то будешь недоволен, у тебя злоба будет. У кого-то трактористов из другой деревни, где-то будешь просить, что надо мной. Я даже знаю, какие слова будете говорить, поэтому нам лучше не встречаться. Я им отвечаю так. Так, про что вы еще спрашивали? Невеста Христова. Не понимаю само понять, ну, выражение-то, что это значит. Что значит? Невеста Христа. Невеста Христа, это значит, замуж она не выходила, дала Богу обещание замуж не выходить. Сохранить свою девственность и трудиться для Бога. Искать, где кому помощь нужна. Трудиться, за больными ухаживать. Бывает, берут кого-то престарелых, доходить, докормить, допоить. И она везде на побегушках. Не так, что она не вышла, или ее там никто не сосватывал. Она такая злобная растет, как Мегера. А у другой отбоя нет. Ну, и где-то она, говорится, вляпается. Вот у мусульман, по сегодняшний день, это Рамзан Кадейрова спрашивает, как вы познакомились с женой, там, шестеро ребятишек, что ли. Да еще он там взял из детдома. А я, говорит, в школе ее приметил. В школе она, видно, такая была. А как? А дальше никак. Только родители. А часто бывает, родители уже сосватывали. И свадьбу назначают, они еще не встречались. В России так и было. Потому что, а может, не полюбишь. Полюбишь. Стерпится, говорит, слюбится. И потом родители сосватывали. Вот сейчас у нас только в мусульманской республике этого придерживаются. И поэтому разводов практически почти нет. Вот и все. А разводов-то у нас сегодня где-то за 85%. Я как-то считал, Надежда Константиновна Крупская, жена Ленина, говорила, кажется, 17% развода – это национальная катастрофа. А сколько же катастроф, если 87%. Вот здесь мы переписываемся. Вот чат называется, где занятия идут тут. И тут одна Наталья Усатая. Фамилия такая Усатая. И она знает там по-сирийски, по-арабски. Там, где она была много. И везде подхватило что-то. У нее, кажется, два мальчика, девочка. И она рассказывает у них, как родственники смотрят. А если он разводится, его, говорят, свяжут, его так отпорят, он забудет обо всем. И никуда он не денется, его найдут. Они, говорят, очень серьезно относятся к семейной жизни. Вот так. Она вчера только высыла материал. Так он взрослый. Ну и что? А мужики-то не взрослые. 50 человек собрались, и каждый ему по паре влепил. И еще только услышим где-то, и не думай, бежать или что-то. Если бежать будет, значит, смерть тебе. Заботиться о семье. Сразу поставить на место, говорит, на цыпочках будет ходить. Вот. Но у нас этого нету, поэтому трудимся на духовном фронте. Говорить человеку, чтобы он знал, что за все придется отвечать перед Богом. А если отвечать, значит, надо сегодня копить этот потенциал, чтобы наш характер был похож на характер Христа. Он возлюбил нас, дает духовное рождение свыше. Это перерождение человека. А чего отказались мы? А чего мы отказались? От пакостей. Я помню, в армии был, я еще Евангелие не читал. А говорил, да вот ты себя загубил, да ты бы сейчас-то где-то... А я готовился в Институт международных отношений. У меня грамота очень легко шла. Языки изучал разные. Все самостоятельно. Я говорю, давайте так вот. Десять минут. Десять минут, ты прав. Бога нет. А я верю. Теперь давай, говори обо мне, кто я такой. Да кто ты такой? Да дурак. Веришь, а Бога-то нету. Ну, ты бы где был, ты начальником был. Ну, дальше что-то, кроме того, что я дурак-то. А у меня... У тебя звание какое? Рядовое. У меня уже старшина. А мне все знают, что я... У тебя сколько зарплата? Столько. У меня в четыре раза больше. Дурак-то я для тебя. Для себя-то я не дурак. Ты учишься где-то, нет? А я уже учусь. В армии находясь, я уже учусь. Уже половину университета прошел. Ну, поговорили так. Я ничего не прогадал. У меня трезвая голова, хорошая постель, много друзей, воров нету. Ну, а теперь давай... Я верующий, а ты не верующий. Вот. Теперь я тебе буду следить. Ты не веришь в Бога, а Бог, Отец, отдал за нас Сына Своего Единородного Иисуса Христа, чтобы всякий верующий в Него имел жизнь вечную. У тебя этого нету. Ты не веришь. Ты противен Богу. Ты враг Божий. Ты пьешь, ну да, куришь, куришь. На 12 лет только от курева меньше жизни будет. Все оказывается, сейчас смотрю сейчас статистику, от курева умирает в два раза больше. Если от алкоголя умирает 50 миллионов, то от курева 100 миллионов. А ты куришь и бросить не можешь. У тебя в голове-то дым стоит, а у меня этого нету. У вас разводы сколько? А у нас нету. Я знаю, куда я пошел. И кроме того, что ты сейчас здесь, тебе начальство как относится? Ты доверяешь? Да нет. Есть почему? Есть. Да мы тут немножко украли. А мне дозволили. У меня была увольнительная на год. Никто даже не знает. А разве может быть в армии? В армии дают там ну 3-5 часов пойти. У меня годовая была. Никто даже не верит в военные. А у меня была. У меня профессиональная должность была. Я был прорабом. А раз мне полное доверие начальство, я не пью, не курю, не сбегаю нигде. Меня избрали техником-смотрителем воинских зданий ракетных войск Дальнего Востока. Я должен был везде ездить по городам, узнавать, как офицеры живут и давать отчет, чтобы ему по очереди получить квартиру или эту ремонтировать. Да даже не слыхали такой должности. А я ее не искал, Бог дал. Полная свобода. Совершенная. И я ни разу нигде не нарушил. Ну, как попался бы где-то или там пьяный был. Нет. Вот что значит быть верующим. И ты проиграл со всех сторон. И так, оказывается, дураком ты не я. И все. Все. Просто мы местами поменяли, что ты прав. А теперь другой вариант. Я прав. Так я-то прав. Как? Вот. Были разные путешественники. И вот один из них проехал весь свет и говорит, я видел государства, у которых нет границ. Ну, кочевники. Я видел города, у которых нет с тем, так мирно живут. Но я не встретил такого дикого и грубого народа, которым люди не верили бы в Бога. Я не встретил такого человека. А дикий и грубый человек где? Безбожник. Ему ни в чем нельзя доверять. Он слово свое нарушает. А как его? Я ему скажу, вот написано. Да мало еще, бумага все стерпит. Я знаю, как он ответит. Так ты, дочке, вот это идешь, когда все рассказывай. Валяется пьяный. Остановись, пройди, воздохни, скажи, как плохо это вот. А все от того, доченька Полюшка, что вот не верит в Бога. Он не знает, что пьяница и царствие Божие не наследует. Так апостол Павел пишет в послании к Коринфянам. Не наследует. Он будет в аду гореть день и ночь. Мучению начало будет, а конца не будет. Подумай, от чего спасаешься. Ты должна сейчас за меня ухватиться, дочка, ни шагу, ни худа. И мы будем ехать дорогой еще и в Ангелии начинать. А приедешь, ты уже что-то будешь знать. И без молитвы не начинайте ни день, ни за стол. Даже в поезд едешь. Смело перекрестись. Господи, благослови. Мы видим, он Путин стоит, свечки зажигает. Уж как он там верит, Бог знает. И Медведев со своей Светланой стоит, тоже крестится. Я говорю о премьер-министре. Я не знаю, Порошенко-то тоже бывает, наверное, в храмах. Ну и говорят, говорят, что тоже. Он шоколадный король. Мы за Петра Порошенко молимся каждый день. За русских, за Дональда, за Рамзана, за всех. Чтобы не было войны, было мирно. И мы были послушные граждане. Верующим всегда хорошо. Вот мы сейчас погасим экран, а вы не уходите из сердца. Я сейчас только на молитву становлюсь. И Господи, спаси и помилуй Марину и Полину. Откроем истину Твою, как должно. Чтобы они не уклонились ни в какую секту, в ересь, а держались святой православной веры. Вы рядом со мной. Вы не на экране. Вы как будто в моей комнате сидите. Что значит быть верующим? И у нас никакой там замысел, а тебя обобрать там. У нас этого нет. Мы последнее отдаём всё. У нас ничего нету. Нету. У меня минимальная пенсия мне не давали. Но у меня всё есть. Всё. Живу хлеб. Ни разу голодный не ложился. Почему? Мы все постоянно работаем с пяти лет. Отец пастух был. И мы пасли. Мы природу знали хорошо. И молились. Ну вот. Небольшой вам ответ. Спасибо, Христос. Давай. Начинай над собой трудиться. Вставать раньше. Пост соблюдать. Возьми в церкви календарик. Он там недорого стоит. Я не знаю. Я купила. У меня большой. Ну вот. Там считай. Маленько по-славянски. Главное писание. Главу Ветхого Завета Нового. Время есть ещё. Нет. Заходи на наши ресурсы. У меня тут Библия насчитана. Видели? Да. Но я ж... Нас нельзя в Украине ничего. Да вы что? То есть наши записи... Закрывают сайты. Не, не могу. И вот то, что я с вами говорю, вы это не увидите? Это... Нет. В Ютубе можно. А там, где на сайте в конце указано точка ру, то мы туда никуда не можем заходить. Мы не можем... Я вот здесь. В Ютубе. В Ютубе. В Ютубе могу, да. Так в Ютубе у меня Библия и всё стоит. Значит, я каждый день выставляю несколько глав. Вся Библия от корки до корки. Чистая запись. Просто на наш Ютуб-то заходила уже? Да, ну, конечно. Ну, и вот там, смотри, считай, внизу написано. Святая Библия. Красного цвета такое. Там всё есть. И каждый день включила. Послушай, давай, дочка, послушаем. Сейчас я уже насчитываю Евангелие от Луки. Ну, я насчитал-то давно. Но я выставляю уже 120 роликов Библия. А Златоус это, кажется, 1260. Вам видно, что голуби летают? Вижу, да. Ну, она тут сидит парить стали. Я занимаюсь, просто люблю, чтобы было так. Другие, а как они, да где-то пачкают. Чисто, ничего нет, я всё убираю. Если где-то что-то есть водой, затёр, стёр и всё. А наверху у меня голубятня настоящая. И в Потеряевке две голубятни. Вот, Поля, ты всё увидишь, голубей в руках будешь держать. Ты своими глазами увидишь эту красоту, как они воркуют. Это не выскажешь. Я всё это рассказываю. Да, слышу, горчит. Я ей всё это рассказываю. Это СМС, он в зеркало, стоит перед зеркалом. И сам на себя там стражится. Герой, так сказать, я бы жену защищаю. Это он, видишь, я говорю, на него повернулся, он перестал. Это он в зеркало носом тыщет и угрожает тому. Он никак не может понять. Думает, я по его как бы рассуждаю. Сколько дней хожу, он всё время приходит. Зачем он приходит? Когда жену отпускают тут погулять, я сижу на гнезде. Я не вижу, где она там шарится-то. Может быть, она в Польшу уехала. О своей голубке-то думает. Вон он, слушает внимательно. Это дикари. Это не породистое. Породистое у меня там. А нынче я зиму держу и новое-новое узнаю о них. Оказывается, как только неделя прошла, она перестаёт кормить. Если его нет, он сдохнет. А она теперь все силы копит, новое гнездо сразу делает и кладёт. Кладка уже идёт. Ну, то есть, жена из больницы только пришла и в первый же день зачинает нового ребёнка. Вот по-русски сказать. Очень плодливая птица. Ну, вот один раз ещё услышала. Не отдавай себя страху. А что такое страх? Давай, запиши, я скажу такое. Страх. Это Библия, библейское выражение. Это лишение помощи от рассудка. Страх-тере. Это лишение помощи от рассудка. От рассуждения. Вот, запомни эту фразу. И дальше. Участь боязливых в озере Огненном. Участь боязливых в озере Огненном. Это, наверное, откровение 21-27, кажется, там. Один раз услышала, прочитала. Это истина. Всякая ложь от дьявола. Где написано? Ложь любая. Запиши. От дьявола. Ложь любая от дьявола. Тире от дьявола. Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна 8, 44. Поэтому самая маленькая ложь, это бесененых уже в рот залез. Никогда и нигде ни слова. А бывает, сказать нельзя, тогда молчи. Не отвечай. Вы несколько раз меня спрашивали. А вот люди там, знакомые, меня спрашивают что-то. Так, платочек есть у вас с собой? Сейчас, в данный момент? Да, конечно. Голодь-то рукой зачем за нос? Только через платочек, запомни. Пришей карманы везде, это не годится. Нельзя так. Я всех детей приучаю к этому. А то Жириновский вот так вот все время хватает, голый на... А куда? Все равно, что выдавливают что-то на себя. Ну, платочек, понятно, для чего. Он для того, что это естественно, чтобы убрать. Вот. Что я говорю, вы так прикидываете уже себе. А какая трудность в этом не лгать? Никакой нету. У тебя на душе всегда будет спокойствие. Господи, я с тобою. Не во гневе возри на меня, но учи. Вот раба твоя, она слушает. Сейчас язычники. А, вы рабы. Ну, рабы, почему что? А как же, рабочий. Идет на работу рабочий. Он рабочий. А кто отец-то вопрос стоит-то? Мы этим словом пользуемся. Рабы – это означает доверенное. Самое важное дело Бог доверил. Я являюсь начальником над своей душою. Он дает мне. Я епископом являюсь для своей души. О ней заботиться, чтобы она была спасена навеки. Универующая смерть – это все. А у нас смерть – это только начало нового пути. Поэтому мы не просто прощаемся, а на краткое время. И молимся о нем, как о живом, который слышит нас. Мы православные. В церкви отпевание ведется. Девятина, там, сороковуста считают. Вам будут встречаться сектанты, там, эритики, пятидесятники, харизматы. Они не церковь. Это хорошо запомни. Они возникли лет сто-двести назад. А церковь Христом основана. Один ответ. Больше не рассуждаю. Отойди и все. Они будут Божью Матерь там поносить. У ней дети были. Не было у ней детей. Тогда многоженство было. Это от первой жены Иосифа дети были. Они ничего не знают. Я с ними очень хорошо знаком. Поэтому не слушайте. Неправославный. Сказал, ну, перекрестись. А он перекреститься не может. Значит, явно, что неправославный. Сразу отойди от него. Больше читай. Слово Божие – все. От корки до корки. Если они из Библии одиннадцать книг выбросили. Баптисты, сектанты. На одиннадцать книг. Их Библия меньше. А Библия нами переведена. Православными. Так. Еще-то вопросы есть какие? По поводу крещения. Вы говорили, отошли эти вопросы, которые надо будет. Да вот, держите. Там будет испытание. Я говорю о вас. О вас, о дочке. Если будет испытание, я вам скину, какие вопросы будут. Здесь. Какие оглашенные. Примерные вопросы. Ну, прям сразу-ка сейчас поговорим, я вам скину. Дам адреса. Я вам давал адреса, как ехать-то? Нет. Нет. Я сейчас скину вам адреса, там телефонов 15 будет. Чтобы мало ли что будет. Может, меня не будет или что-то. Ну, еще. Это жизнь. Вы должны быть совершенно вооружены. Обязательно, чтобы у вас были резиновые сапоги. Если можно. Две пар. Ну, да, для себя. Можно на размер больше, чтобы я вам путевку-то не скидывал? Нет. Я скину путевку. Сейчас какие вопросы. Чтобы у вас было все это с собой. А там матрасы, все это наши койки. И никогда не отчаивайся. Нил Синаевский говорит, согрешить – это дело человеческое. То есть, наша природа наклонна к греху. Но отчаивайся – дело сатанинское. Даже случилось непредвиденное. Ты пал. Где-то что-то сказал не так. Господи, прости. Плачь и молись. Уповай на милость Божию. Он многомилостивый и долготерпеливый. И он ждет покаяния от грешника. Так, еще что? Ничего нет. Если что-то будет через неделю где-то, опять внизу напишите, могу ли я принять. Сегодня вы сделали все правильно. Сейчас не отходите, только как сейчас выключите. И сразу я вам начну скидывать. А вы их потом скопируйте себе и где-то перепишите, что именно с собой нашим не потерялось. Ну, тогда все. До свидания. Спасибо, Христа. Все. Аллилуйя. Субтитры создавал DimaTorzok